Привет, меня зовут Слава, вы на канале Плохой Звук. Сегодня максимально личное, необъективное видео о том, что меня раздражает в городе Москве, что меня выводит из себя, почему в какой-то момент я хочу схватиться за пистолет и уехать из этого города. И что я не понимаю в Москве, несмотря на то, что живу здесь уже больше 30 лет. Если вам интересно, обязательно досмотрите это видео до конца. На этом канале вышло уже больше 10 видео, и в какой-то момент продюсер сказал, что можно записать какое-то максимально личное, необъективное видео о том, что волнует именно автора канала. Мы посовещаясь продюсерам, решили выбрать максимально кликбейт на максимально хитовую тему «Недостатки города Москва». Как и у хорошей модели, у Москвы есть рабочая и нерабочая сторона. И вот нерабочую сторону Москвы, конечно, лучше всего не видеть. В первую очередь я имею в виду безумный час-пик, который происходит утром и в вечерние часы в метро. Если ты видишь Москву именно в этот момент, то проникнуться к ней какими-то теплыми чувствами практически невозможно. Просто на твоих глазах люди с двумя высшими образованиями, со знанием английского, заходят в вагоны и превращаются в каких-то реальных животных. Все прочие вещи уходят для них на второй план, для них становится целью жизни выйти на той остановке, на которой нужно. При этом, если они не успеют выйти, такое ощущение, что поезд не уедет дальше по линии метро, а он просто отправится куда-то в преисподнюю, и они просто зажарятся заживо, если останутся в вагоне дольше, чем нужно им по пути. Поэтому они принимают активные усилия, они расталкивают тебя, они пихают тебя, они протискиваются сквозь тебя, и это, конечно, вызывает максимальный дискомфорт, если ты оказываешься в метро в районе 8-8.30 утра. Если ты едешь в метро днем или поздним вечером, все нормально. Ты знаешь, на какой остановке тебе выходить, ты доезжаешь до кольца, делаешь пересадку, едешь по своей ветке, доезжаешь до нужной станции, вообще никаких проблем. Но если ты едешь в метро в час пик, ты как бы не едешь в метро, ты участвуешь в битве. И, ну, с одной стороны, наверное, может быть, это дает тебе какой-то дополнительный заряд, но, мне кажется, дискомфорта это дает гораздо больше. Пытаются как-то с этим бороться, то есть, там, запускают, помимо, да, там, метро, вот эти МЦД, МЦК, все развивают наземный транспорт, но очевидно, что к существенным изменениям это не приводит. Да, вот в обычные часы все нормально, но вот стоит начаться утреннему часу пик, и все, да, как бы метро показывает вот свою самую неприятную сторону. Практически в любом обзоре на город Москва будет говориться о том, что здесь очень большие расстояния. И как бы я Москву не любил, поспорить с этим сложно. Понятно, что у большинства людей уже выработался какой-то алгоритм перемещения по городу, да, там, ты понимаешь, как вот лучше тебе добраться, там, до работы, до фитнес-клуба, до бара, и со временем эти расстояния уже не так ощущаются. То есть ты думаешь, ну, 30 минут это, в принципе, нормально, час, ну, да, много, но я могу там книжку почитать. Но вот бывают моменты, когда тебе назначают встречу, допустим, на другом конце Москвы. Из условного выхода должен ехать в Микинино, и ты понимаешь, что туда тебе ехать не 30 минут, и даже, скорее всего, не час. И это, конечно, дает представление о том, насколько Москва большая, насколько, но она порой слишком большая. Ты читаешь одну книжку, вторую, и, а, все, прошло еще только половину пути, и ты вообще не знаешь, что тебе делать. Второй момент, связанный с расстоянием в Москве, негативным, который тоже меня периодически раздражает, это то, что, конечно, не можешь изучить ее полностью. Тебе кажется, что ты знаешь выходы на, не знаю, 50 станциях метро, на тех станциях метро, которые построены 30 лет назад, на тех, которые построены недавно, потому что вроде бы там был по делам. Но потом кто-то назначает тебе встречу на какой-нибудь академической, и ты понимаешь, что вообще ты не понимаешь, как устроен этот район, сколько там выходов, куда выходить. Да, последние годы с этим проще, потому что есть интернет, есть GPS, и ты можешь как-то ориентироваться по карте. Но были времена, когда GPS не было, да, когда ты просто приезжал, и в лучшем случае мог у кого-то спросить, как, куда я тебе идти, или брал с собой большую такую бумажную карту, но тоже, да, не всегда она помогала. Помню, как я ходил на юго-западный, где, не знаю, условно говоря, соседние дома 79 и 80 находились на расстоянии чуть ли не километра. Это ощущение, что ты вроде бы живешь в городе давно, ты местный. Если, как бы, просят поднять руку, кто живет в Москве, там, с рождения, ты ее, естественно, поднимаешь, но при этом ты можешь в каких-то местах чувствовать себя абсолютным, абсолютным мигрантом каким-то, потому что просто, ну, ты в нем, в этом месте раньше не был. А побывать во всех местах Москвы физически невозможно, тем более, что мы видим, что метро расширяется, Москва расширяется, и это тоже периодически раздражает. Каждое лето в Москве отключают горячую воду. Да, сейчас говорят, что это уже, там, раньше отключали чуть ли не на все лето, потом вроде бы на месяц, теперь вроде бы это, там, 10 дней. Но все равно вот эти объяснения о том, что в Москве надо отключать горячую воду, они максимально неубедительны, максимально странные. Объяснения в основном сводятся к тому, что лето это, типа, хорошее время для того, чтобы проверить вот тему центрального горячего водоснабжения, которая там была заложена еще в советские времена. Это много-много труб, которые, да, там, идут под землей, и вот периодически их надо проверять, чтобы, не дай бог, зимой, да, когда, там, ударят морозы, ты не остался без горячей воды. В этом есть своя логика, но не очень понятно, почему, если, там, раньше их проверяли, типа, месяц, теперь их проверяют 10 дней, почему нельзя, как этот процесс сократить, почему процесс надо производить именно раз в год, почему его нельзя производить, не знаю, раз в 5 лет, или раз, там, в 10 лет. Масса есть вопросов, на которых нет ответа. Понятно, что, наверное, да, там, надо следить за состоянием труб, почему нельзя, там, какие-то датчики установить, по которым будет понятно, что, вот, там, труба неисправна, или труба находится в аварийном состоянии, и нужно ее поменять. Нет никаких вопросов, да, что, наверное, если, там, нужно поменять реально трубу, там, под землей, ну, это нужно сделать, да, и люди готовы, ради того, чтобы, там, установили более совершенное оборудование, изменили поврежденный участок, там, в сети, наверное, в этом есть какая-то логика. Но просто закрывать каждый год трубы на профилактику, по-моему, в 21 веке это как-то странно. По-моему, в мире, где есть PayPass, каршеринг и покупка в один клик, вот, тот факт, что ты должен, вот, не знаю, наливать себе тазик с водой, там, брать ковшик и мыться из ковшика, ну, выглядит максимально непонятно, максимально странно. Как будто тебе вот реально напоминают, да, вот, ты помнишь свои корни, ты помнишь, как раньше было, вот, ты должен ценить, что у тебя есть горячая вода. Ведь в какой-то момент мы можем взять ее и отключить, и ты будешь мыться из тазика. Не знаю, как для вас, но одно из самых приятных действий Москве это возможность по Москве гулять. Москва имеет много парков, имеет много набережных, скверов и прочих мест, где максимально комфортно гулять. Но, в принципе, когда ты идешь, не знаю, от дома до метро, от этой прогулки тоже вполне можно получать удовольствие, но в последние годы получать его становится все сложнее. Да, мы будем поговорить немного про велокурьеров и людей, которые развозят еду для служб заказов. Абсолютно понятно, что они хотят развести как можно больше заказов, заработать как можно больше денег, и, да, там, осчастливить тех людей, которые ждут, что, там, котлеты к ним приедут горячими, а они чуть теплыми. Но явно страдают от этого обычные люди, которые просто гуляют по городу, потому что велосипедисты, потому что доставщики еды, как бы пользуются теми же дорогами, по которым какой-то обычные люди. Понятно, что есть где-то места в Москве, где размечены велодорожки, но таких мест, не знаю, в Москве, не знаю, 20, 30. По крайней мере, на юго-востоке города, где я живу, таких мест я не наблюдаю. То есть велосипедисты также просто несутся по тротуару, обгоняя людей. И если ты, как бы, вот, чуть-чуть потеряешь бедительность, реально, да, там, какую-то серьезную травму, просто не избежать, потому что, если человек в тебя врежется, впоследствии могут быть крайне печальными, и ты постоянно мониторишь, смотришь, там, и, ну, иногда просто реально считанные сантиметры отделяют тебя от похода в трампунт. Более того, как бы, ладно, условно говоря, летом я могу понять, когда хорошая погода, когда относительно много места, но вот когда я вижу велосипедистов зимой, я просто, я испытываю панический ужас, потому что я представляю, что произойдет, там, если где-то велосипедист не затормозит, где-то он потеряет контроль над собой, потому что, ну, зимой травмоопасность этого действия будет, там, на два, на три порядка выше, чем летом. Там можно и сбить кого-то, и просто улететь под колеса какой-то машины. Не хочется быть тем человеком, который говорит, ну вот, ребята, нужно принять отдельный специальный закон велосипедистов, там, выдать всем им лицензии, пронумеровать, обязать вести видеосъемку, там, заставить сдавать на права. Наверное, нет, наверное, велосипед это прекрасно, но нужно понять, как его использовать так, чтобы не страдали обычные жители и чтобы они могли спокойно гулять от дома до метро, не опасаясь того, что, как бы, там, кто-то просто в них врежется на полной скорости. Но власти, скорее, действуют в другом направлении, потому что с недавних пор к велосипедистам добавились и самокатчики. Там, о велосипедистах мы в 95% случаев говорили просто о курьерах, которые везут, там, пиццу по заказу или, там, горячий суп. То есть здесь самокатами стали пользоваться абсолютно все, при этом никакого до входного барьера там, по сути, нет. То есть если ты считаешь, что ты умеешь ездить на самокате, ты берешь и ездишь на самокате. Опять же, тоже никаких отдельных трасс для самокатов в Москве не предусмотрено, то есть также люди едут по тротуару и тоже это уже не раз приводило к каким-то не очень хорошим последствиям. Понятно, что, наверное, это удобно, если ты устал, если, там, тебе хочется куда-то перемещаться комфортно. Самокат — это хорошее средство, но, опять же, оно плохо сочетается как-то вот с российскими реалиями, с инфраструктурой Москвы. Да, пытаются их как-то замедлять, пытаются их делать более безопасными, но все равно, там, даже если человек разгонится, там, на 5 километров в час и в кого-то врежется, это может привести к очень тяжелым травмам. Вообще непонятно, куда себе деть пешехода в этой ситуации, как ему себя обезопасить. Тоже, видимо, нужно ходить в какой-то защите, потому что... Потому что если раньше действительно была самая большая угроза, которая у тебя была, это вот какой-то безумный автомобилист за счет каких-то своих не очень хороших водительских навыков там в кого-то врежется, то сейчас эти факторы опасности, они присутствуют также и на тротуаре, и все это очень дискомфортно. Ну вот, кажется, мы уже набрали 5 пунктов, а значит, пора, наверное, потихонечку закрывать этот выпуск. Пишите в комментариях, насколько вас раздражает то, что было в этом выпуске перечислено, пугают ли вас велосипедисты, самокатчики или отсутствие горячей воды летом. Может быть, вас что-то раздражает, обязательно тоже пишите об этом в комментариях, может быть, мы сделаем про это какой-нибудь отдельный выпуск. Ну а мы увидимся уже в следующих роликах, обязательно оставайтесь с нами, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!